здравствуйте дорогие подписчики и гости моего канала с вами юля вы находитесь на канале вышивки крестом недавно я показывала вам видео что я наконец-то закончила мой наборчик панна огонь ура ура он готов этот этап у меня уже пройден и минус один процесс в моем большом списке начатых процессов было 14 осталось 13 но чтобы такая цифра не мелькала нужно поскорее и и привести либо к 12 но не хочется уже опять начинать что-то новое так как у меня достаточно много начатых процессов и к тому же у меня сейчас начались курсы как я вам говорила поэтому времени не так-то много и это самый подходящий момент когда можно уделить внимание начатым процессом неспешно их вышивать и пусть идет как идет вот и решила я уделить особое внимание дизайну маржелин бастин это этот дизайн выпускала фирма lanarte вы видите перед собой обложку от фирмы ласка это украинская фирма которая выпускает дизайн известных фирма сняты с производства этот наборчики купила очень и очень и очень давно еще был такой сайт панночка может он еще есть не знаю очень давно его купила вот он лежал у меня в закромах я все о нем мысленно думала что хотелось мне найти время и начать его вышивать и вот в прошлом году в движении апреля месяц стартов я решила думаю ну начну если начнется то все-таки когда-то он вышлится и это очень правильно было решение потому что все-таки начатый процессом я больше уделяю внимание больше на них концентрируюсь поэтому вот и пришло его время итак обложку вы уже посмотрели здесь кстати скрин спем поэтому не очень четкая картинка ну вот так хоть для представления чтобы мои зрители имели какое-то понятие что вышиваю и посмотрите что у меня на конве ах какая красота я сегодня не было здесь все свернуто да и специально для вас открыла развернула чтобы вы посмотрели и сама сижу любуюсь как мне нравится то что получается ну просто так нежно так романтично так красиво очень прекрасный сюжет да вы видите мой станочек из гигантского превратился в такую малютку рама на 70 сантиметров ушла и пришла рама на 20 сантиметров немножечко у меня здесь основа зажата где-то она подкручена не очень краешки да но в любом случае все хорошо помещается расскажу немножко что по набору собственно я не вышиваюсь из набора у меня только схема я полностью заменила все составляющие линда 27 каунт свайгард и ниточки тмс я все подобрала из запасов на бобиночках номер очками и вот здесь у меня игольница не дарила виктория пелевцова то там магнитик и вот так она тоже сюда становится закрывается крышечкой и я даже этот процесс уже с собой брала на курс у нас есть в четверг такой день где перерыв почти два часа когда идет там у них смена отчетности два часа в принципе очень много времени я сижу вышивают на меня конечно все глазеют но я уже обнаглела и никого не стесняюсь за два часа можно много всего вышить ну и покушать и отдохнуть и повышевать вот поэтому здесь полностью мои комплектующие кто-то скажет и зачем было покупать набор но когда покупала набор и я об этом тогда даже не задумывалась и о равномерке собственно даже и ничего и не знала для меня и существовала только аида и нитки я любыми вышивала и вышиваю но здесь я когда стала вышивать меня стали смущать некоторые оттенки стала их сверять с ничками дмс нашла небольшие отличия и решила не рисковать и поэтому сделала подбор кто-то у нас из девочек уже вышивал эти наборы если найду ссылки вспомню то вставлю вышивали велосипед в полдень и очень были неудачные подобраны цвета вот именно по набору ласка получилось там очень очень менялись такие ярко кислотные цвета не тот эффект то есть не такое слабое отличие от оригинала явно такое которое просто бросается в глаза помню об этом я решила не рисковать поэтому я сделала полностью подбор ниточек дмс столько времени тратим на вышивку чего уже жадничать да вот и когда я начала вышивать в прошлом году было выше то совсем чуть-чуть кстати вы что было с обратной стороны вот там уже все завернуто я там ошиблась неправильно рассчитала края вот поэтому видите у меня теперь есть граница сделанная вышла ну ниткой просто чтобы видеть как у меня идет расцентровка моей вышивки вот был вышив потом повторно же вот это гнездышко с яичками какие-то тени что-то по чуть-чуть кстати в оригинальной схеме по моему тень вышивается крестиком в одну ниточку мне девочки браш сбрасывали схему оригинальную поделились но так как я уже здесь все вышила мне честно жалко уже распарывать и не хочется уже опять возвращаться что-то распарывать я решила оставить так как есть ничего страшного вот ну и потихоньку я продолжала вышивать и совсем недавно я его взяла в работу на пиальцах и вышивала по одной нитке то есть как процесс одной нитки то ли вечером то ли утром иногда когда было настроение вот так потихоньку потихоньку меня месяца за два да 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 вышилась вот эта ваза когда вышиваешь на пиальцах и проявляются такие небольшие пятна кажется бессмысленным какой-то рисунок и цвета подобраны как-то непонятно вообще не понимаешь что вышиваешь какая-то простите как как грязь какую-то вышиваешь но стоит это все развернуть и появляется тонкая изящная фарфоровая ваза с интересным вот таким узором здесь птички какие-то цветочки бабочки все это различимо глазом и создается вот такое впечатление легкости и мне нравится как здесь падает лучик света на эту вазу и вот этот эта часть фарфора она как будто подсвечена очень красиво вот эти тени они немножко такие грубоватые может быть потому что они в две ниточки ну ладно в принципе я думаю когда будет вышит весь букет данный участок не будет забирать на себя большого внимания и вот буквально недавно я переключилась на травку и на вот эту розочку вышиваю эту розу тоже было непонятно что и вышиваю какой-то лепесточек какой-то цветочек вот в таких дизайнах вся прелесть именно их нужно смотреть на расстоянии и когда-то двинулась уже да это вот я поймала что это роза но она такая уставшая мне уже падают листики вот этот цветочек вышивала вчера вечером сидела вышивала вышивала пошел здесь черный цвет темно-зеленый какие-то еще темные цвета думаю что это здесь будет такое непонятно жучок бабочка что это какое-то черное пятно ошиблась я в цветах а сегодня утром открыла думаю но тоже анюта на глазки как и сразу не догадалась и как смотрится вот на основе очень так воздушно и легко и действительно вот когда цветочек живой да он такой тоненькие листочки его нежные вот так и здесь передана на канвей это тонкости нежность прозрачность очень восхищена процессом вышивается легко схема легкая хорошо читается значки все крупные чутки я получаю огромное удовольствие от этого процесса просто ну так приятно так в радость он вышивается не оторвешься и у меня практически половина вот здесь на схеме будет половина то есть не до половины нужно вышить ну буквально грубо говоря крестиков наверное 800 в общем массе но и вторая половина работа на самое самое интересное здесь буйство окрасок цветов бабочки жучки много всего будет вышиваться интересного не знаю как у меня сложится по времени смогу ли я часто выкладывать отчеты показывать делиться но я буду стараться буду стараться хотя бы какими-то включениями фрагментами может быть потом соберу и будет у меня серия какая-то по отшиву на этого сюжета но он у меня сейчас в приоритете и когда времени мало иметь один процесс очень полезно привыкают значкам привыкаешь к самому процессу и вот даже полчаса и час они получаются очень продуктивными потому что не отвлекаешься вот что еще сказать процессе очень много цветов не так сейчас уже не вспомнил на вскидку где-то 27 если вот так вот грубо прикинуть около 27 30 оттенок ниточек то есть это такой не маленький ну как смысле не простой такой сюжет он затратный не так много сюда идет размер работы будет 33 на 26 сантиметров это на 14 каунте но плюс-минус может быть пол сантиметра так как это линда 27 каунта очень приятно вышивать на линде видны хорошо переплетение основа плотная хорошо держит крестик все так ложится ровненько крестики да так хочется ручки тянутся погладить дотронуться до крестиком в этой красоты супер я очень довольна буду продолжать на этом у меня все хочу пожелать вам хорошего настроения ну и конечно же до новых встреч пока пока у меня и Субтитры подогнал «Симон»